Они воспитали? Да. Каким образом? Когда ты не можешь спать, каждые 15 минут ко мне заходил надзиратель и спрашивал, как у меня дела. Когда я просила больше не будить меня включением яркого света, они мне говорили, что это чтобы я не сдохла во сне. Знаете, что такое для женщины, когда тебя заставляют ходить голые или сидеть голые на корточках, заставляют тебя кашлять, чтобы из тебя вывалилось что-нибудь. Тебе не дают спать, тебе заходят и говорят, раздевайтесь, у вас контрабанда. Вы говорите, но вы же не выпускаете меня 117 дней из карцера. Как у меня может быть контрабанда, я же ни с кем не виделась. В моей камере было от силы 12-13 градусов. У меня были длинные волосы. Я спала под волосами, потому что у меня была одна футболка и одна роба. Я отморозилась напрочь, все. Ничего мне врачи уже не гарантируют в жизни. Были еще моменты, но я бы не очень хотела, как женщина, о ней говорить. Кстати, как ты ходишь в душ, они тоже видят. Но после того, что меня столько раздевали, раз мне уже было плевать. То есть там находится и душ, и туалет. Ты берешь маленький кусочек тряпочки, протираешь тело, и собственно, это твой душ.